Они погибли за честь, свободу и независимость Родины. На площади 30-летия Победы вспомнили подвиги соотечественников, писавших свои имена в странице истории. В память о них прошла минута молчания. Прозвучал гимн и троекратный оружейный салют. Торжественным маршем прошли военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона. Позже в правительстве губернатор Алексей Русских встретился с кавалерами Ордена Мужества и членами семей погибших военнослужащих. Прошу не стесняться, высказываться. Если есть какие-то недоработки со стороны правительства, то надо об этом прямо говорить. И будем вместе искать решение. Наша прямая обязанность и священный долг заботиться о ваших семьях. Разговор получился откровенным. Обсудили много важных тем, включая реабилитацию и льготы. В регионе продолжает работать фонд «Защитники Отечества». За полгода работы сотрудники фонда обработали 3700 обращений и приняли почти 2500 человек. В основном обращаются по вопросу получения статуса ветерана боевых действий, получения рюкот коммунальных, получения выплат, связанных с участием специального военнослужащего, оказания юридической помощи. На встрече обсуждали вопрос увековечивания памяти павших героев. Обсуждается вариант создания памятника участникам СВО. Пока предлагается несколько вариантов его размещения. Парк Маргелово, строящееся Суворовское училище в Заволжье или улица Гончарова. На сегодняшний день звания героев Отечества носят 147 уроженцев Ульяновской области. Анна Тищенко, Управда ТВ.